Всем привет! С вами Большой Саша и сегодня у нас на обзоре терминал доступа с распознаванием лиц. Поехали! В последнее время пользуются популярностью терминала доступа с распознаванием лиц и вообще любые системы контроля доступа, в которых в качестве модификации используется лицо клиента, либо лицо сотрудника. И компания HitVision не исключение. Она разработала ряд новых терминалов, которые позволяют, считывая лицо, открывать турникет или дверь. Так, на тест к нам попал терминал с распознаванием лица, который работает именно с системой контроля доступа. Для того, чтобы получить доступ в помещение, вам достаточно лишь подойти на расстояние порядка метра к терминалу, он распознает ваше лицо и говорит о том, что вам разрешен вход в помещение. Спасибо! Давайте пройдемся по технической части данного устройства. Само устройство обладает 5-дюймовым ЖК-дисплеем, который отображает результаты модификации. Есть два встроенных мощных светодиода белого цвета. Есть стереокамера, что говорит о том, что данная система распознает лицо не просто с картинки, а она измеряет именно объем, отталкиваясь от каких-то ваших физических параметров лица. Мы, конечно, пытались эту систему в первую очередь обмануть. Спасибо! Она по-прежнему говорит спасибо. Мы перебирали разные варианты фотографий, пытались сделать их в объеме, показывали системе видеоизображение с человеком, всячески пытались ее обмануть. Как результат, мы не смогли этого сделать. В целом, как и многие другие, кто в интернете пытался обманывать систему со стереокамерами. Уверен, после выхода айфона 10 многие пытались это сделать, но, как известно, это удается только близнецам. К сожалению, у нас в компании таких людей нету, поэтому поверим на слово. Что же еще интересного в данной системе? Она имеет сканер отпечатков пальцев фактически, и мы можем настроить систему таким образом, чтобы унификация проходила в сложном режиме. Допустим, если у вас нет какой-то сложной системы проходов и вам требуется лишь скорость, вы используете лицо. Человек, подходя ближе к двери, автоматически распознается и дверь открывается. Если у вас требуется именно какая-то сильная система модификации, человек подходит, его распознает система лицо, далее он прикладывает палец, дабы подтвердить, что именно он подошел сейчас к двери. Терминал может управлять дверьми. Для управления замком используется безопасный модуль, на который по 485 интерфейсу передается сигнал об открытии двери, что исключает в случае демонтажа данной панели, либо попытки ее взломать, открыть замок. Терминал имеет встроенный Wi-Fi, мы можем подключить его как кабелем Ethernet к локальной сети, так и поймав Wi-Fi. Тем самым мы получаем автономное решение. Допустим, такой терминал может быть установлен на существующий турникет. Нам потребуется лишь подключить его к системе питания 12 вольт, поймать Wi-Fi сеть предприятия, либо компании и автоматизировать таким образом турникет. Сотрудник будет подходить к турникету, система будет считывать его лицо и открывать его. Технические возможности устройства. Система может хранить до 5000 отпечатков пальцев, 5000 карточек, 3000 лиц и хранить 100000 событий. Также система может выгружать на USB карту логи и события, то есть мы можем использовать его полностью как автономное устройство. Либо мы можем, работая по сети, используя программное обеспечение OMS 4200, выгружать логи, загружать туда права сотрудников, править какие-то настройки. Еще одной отличительной особенностью являются встроенные два светодиода, которые позволяют практически в полной темноте проходить унификацию. Допустим, если такой терминал установлен где-то в темном помещении и нужно не только днем, но и ночью унифицировать людей. При таком варианте света будет недостаточно для камеры и поэтому два светодиода, расположенные по бокам, смогут четко подсветить лицо посетителя и тем самым система сможет его распознать. Цена устройства на первый взгляд кажется высокая, она составляет порядка 60 тысяч рублей, но она также позволяет экономить. Мы можем не использовать карты доступа, которые стоят определенных денег и в количестве 3000 штук они будут составлять достаточно приличную сумму. Таким образом мы исключаем человеческий фактор, то есть карточку можно передать, а лицо, к сожалению, передать мы не можем. И как мы вам уже говорили, у нас обмануть ее не получилось. Вряд ли один сотрудник сможет вместо другого пройти в помещение, которое ограничен доступ. Ну и конечно важна скорость работы терминала. Пока человек подойдет, пока он приложит палец, найдет карточку, данный терминал может работать на удалении и тем самым уже открывать дверь, что ускоряет процесс доступа в помещение. Отдельно хотелось бы отметить озвучку команд данного устройства. Производитель нанял дикторов, которые озвучили красивым женским голосом все команды, что приятно звучит на фоне других устройств, которые говорят либо по-английски, либо говорят на очень непонятном русском. С помощью лица также можно войти в меню устройства. Меню устроено достаточно просто. Здесь все подписано на русском языке. Можно выбрать настройки сети. Можно настроить пользователей отсюда, добавить им какие-то права. Настроить, как я уже говорил, параллельную модификацию, когда используется и палец, и лицо, и, например, карта. А также выкачать определенный лог, посмотреть данные системы, провести тест. Настроить терминал можно как удаленно, так и находясь непосредственно за него. Для того, чтобы добавить сотрудника, мы можем, находясь на рабочем месте, запустить программное обеспечение, сказать, чтобы он подошел к терминалу и тем самым захватить его лицо. А также, если, например, подходим непосредственно с сотрудником к данному терминалу, допустим, если устройство работает автономно, мы в меню указываем нового пользователя. Сканируем лицо его, добавляем палец, настраиваем его правила доступа. То есть, чем хорошо данное устройство, даже если у нас по каким-то причинам потерялась связь по сети, мы можем подойти и физически настроить нового пользователя. Либо удалить, либо же скачать какой-то отчет на карту памяти. Ранее с вахтером можно было договориться. Можно было принести ему порошка. Теперь, сколько бы порошка вы не принесли данному терминалу, он вряд ли вас пустит. Продолжение следует...